ТЕЛЕФОРМАТ 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 Подсудимые, встаньте. Назовите вашу фамилию, имя и отчество. Романова Анастасия Николаевна. Когда и где вы родились? 2 апреля 1960 года. Ваш адрес, пожалуйста. Чистопрудный бульвар, 12. Вы получили копию обвинительного заключения? Да. Председательствует в этом процессе федеральный судья Сергей Анатольевич Пашин. Государственное обвинение осуществляет Марина Борисовна Улищенко. Вас защищает адвокат Александр Станиславович Трещев. И секретарем судебного заседания является Ирина Алексеевна Долгова. Подсудимые, выслушайте меня внимательно, я буду разъяснять вам ваши права. И если вам окажется что-то непонятным, пожалуйста, не колеблясь, переспросите. Понятно? Да. Вы имеете право на защиту. Это означает, что вы можете защищаться всеми средствами, которые не противоречат закону. Вы можете иметь защитника. Вы можете лично участвовать в судебном заседании. Вы можете давать показания или отказаться от дачи показаний. Вы можете представлять доказательства. Вы имеете право заявлять ходатайство, приносить жалобы, возражать против моих действий. Вам понятны ваши права? Да. Пожалуйста, садитесь. Готов ли прокурор изложить содержание обвинения? Да, ваше честь. Прошу вас. Подсудимая Романова Анастасия Николаевна обвиняется в убийстве своего мужа из корыстных побуждений. Это пункт З, часть 2, статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение намерено доказать, что подсудимая виновна в смерти своего супруга. Эта женщина замыслила и осуществила чудовищный жестокий план. Да это все ложь. Продолжайте. В течение последних двух лет она давала мужу сильнодействующий препарат, который классифицирован токсикологами, как яд на основе свинца, что привело к медленной и мучительной смерти жертвы от неизлечимой болезни печени. Подсудимая хладнокровно наблюдала за страданиями своего супруга, цинично дожидаясь его смерти, чтобы вступить в единоличное владение имуществом, в том числе пятикомнатной квартирой в центре Москвы, а также прочим имуществом, которое оценивается в сумму не менее трех миллионов рублей. 4 марта 2005 года Романов после продолжительного приступа сильнейших болей в области печени скончался в отделении гастроэнтерологии городской больницы. Врач, проводившись в скрытии, зафиксировал смерть вследствие цирроза печени. Подсудимая настолько тонко просчитала коварное убийство, что следствие первоначально и не заподозрило злого умысла. Потребовалась эксгумация, специальные анализы и дополнительное расследование, чтобы обнаружить настоящие причины смерти и найти преступника, точнее преступницу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, которая находится в деле, смерть наступила в результате цирроза печени, вызванного повышенным содержанием в организме жертвы ядовитого вещества рацин. Таким образом, Романова обвиняется в убийстве из корыстных побуждений. Благодарю вас. Анастасия Николаевна, встаньте. Вам понятно, в чем вас обвиняют? Да. Вы признаете себя виновной? Нет. Сторона защиты желает представить показания? Ваша честь, но я хочу обратить внимание сюда, что Анастасия Романова находится в тяжелой депрессии. Она только что потеряла своего мужа, с которым на протяжении 26 лет жила в любви и согласии. Поэтому защита говорит о том, что она не совершала это преступление. Она просто не могла его совершить. И мы сделаем все, чтобы доказать и представить вот те факты и обстоятельства, которые случайно или умышленно были проигнорированы обвинением. Следствие было проведено в соблюдении всех процедур, Ваша честь. Замечание адвоката считаю некорректно. Пока некорректности я не вижу, в конце концов презумпция предполагает сомнение в виновности. Хорошо, давайте вернемся все-таки к сути процесса. Ваша подзащитная желает высказаться? Да. С 79-го года вы были замужем за генерал-майором Михаилом Романовым. Да. Он родился в 57-м году, правильно? Да. И с 92-го года вы не работали, а были домохозяйкой. Да. То есть жили на заработок мужа. Тоже правильно? Да. Ну а теперь скажите, что вы можете по поводу обвинения сказать? Это все клевета. Это все она. Она, наверное, деньги заплатила. Это все она. Я думаю, вам надо выпить воды, но впредь имейте в виду, что никакие вспышки, ярости, агрессии, все это в суде недопустимо. Выпейте водички, успокойтесь. Коллега, помогите своей подзащитной прийти в себя. Ваша честь, я переговорю. Да, да, пожалуйста. Спокойно, мы сейчас все отложим. Ваша честь, я прошу суд перенести допрос под судимой. То есть все-таки вы хотите, чтобы мы начали с допроса свидетелей, да? Позиция государственного обвинителя. Нет возражений. Ну, в таком случае давайте вызовем первого свидетеля. Что, если мы начнем с допроса свидетеля Санникова? Нет возражений у кого? В таком случае пригласите Юрия Петровича Санникова, пожалуйста. Свидетель Санников. Встаньте за кафедру, пожалуйста. Юрий Петрович Санников, правильно? 76-го года рождения, вы родились в городе Омске, правильно? Да. А в Москве вы зарегистрированы временно и работаете официантом. Да. Правильно все? Да. Правильно. Предупреждаю вас, что в Российской Федерации дача ложных показаний и отказ от дачи показаний считаются преступлениями. Вы должны говорить правду. Вам это понятно? Да. В таком случае, скажите, вы знакомы с подсудимой? Да, конечно. А давно? Ну, около двух лет. Каков характер ваших отношений? Мы близкие друзья. Скажите, ваши отношения интимного свойства? Протестую, Ваша честь. Протест отклоняется. Это обстоятельство имеет значение для дела? Мы встречаемся. Вернее, уже встречались. Расскажите, пожалуйста, как начались ваши отношения? Это произошло абсолютно случайно. Я тогда только приехал в Москву. И я ловил машину, а Анастасия решила подвезти меня. Вот мы с ней познакомились. Она обещала помочь мне с работой. Ну и пожаловалась то, что у нее не ладится с мужем. Поконкретнее, пожалуйста. Она сказала то, что она в последнее время не интересует мужа как женщина. То, что какие-то холодные отношения. Но в то же время он с ней не разводится, потому что это может повредить его карьеру. Мы сначала не так часто встречались, потом начали встречаться все чаще, чаще и чаще. Вот. Здесь она уже начала говорить, что любит меня. Иногда плакала. Ну, понимаете, как-то это даже начало тяготить меня. И говорит, что все будет замечательно, если бы не ее муж. Я тебя в люди вывел. Ты что говоришь-то? Скажите, пожалуйста, а собирался она брак расторгать с супругом? Я думаю, что нет. Во-первых, он ее содержал. Во-вторых, насколько я знаю, после его смерти ей бы досталась большая сумма денег. И насколько я думаю, и Анастасия тоже говорила, что мужу это невыгодно. Это могло негативно сказаться на его карьере. А подсудимая говорила, что хотела бы избавиться от мужа, угрожала ему? Я не знаю, как угрожала ли она напрямую Михаилу. Но мне она часто говорила то, что как было бы замечательно, если бы муж умер. И говорила, что, скорее всего, он скоро умрет. И, знаете, мне это немного начало настораживать, потому что я боялся влипнуть в какую-то историю. Вот, пожалуйста, я влипю. Свидетель, если вам было страшно, почему же вы не прекращали своих отношений? Я хотел. Кто-нибудь еще знал о ваших отношениях с подсудимой? Для всех своих знакомых и для мужа я был ее дальним родственником. Мне кажется, вы воспользовались этой женщиной, ведь она для вас только сделала положительного. И моя подзащитная утверждает, что у ней не было уж таких близких отношений, о которых вы все время намекаете и говорите. Скажите, а вы с Михаилом Романовым встречались? Да, конечно. Михаил помог мне с регистрацией по просьбе Анастасии. Очень странный факт. Как же так? Женщина знакомит мужа со своим любовником. Я подвергаю сомнению эти обстоятельства. Коллега, почему вы сомневаетесь? Он дает четкие показания о характере взаимоотношений между ним и подсудимой. Знаете, лично у меня это вызывает большие сомнения, поэтому я просил бы суд не воспринимать эти показания так серьезно в качестве детских доказательств. Позвольте, я выполню свою работу и оценю эти показания, когда буду решать данное дело. Продолжайте. Ваша честь, у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, в день смерти своего супруга она к вам приходила? Да, она приходила как раз в той квартире, где я живу, вернее, которую Анастасия для меня снимала. Она, как всегда, заявилась без звонка, без предупреждения, хотя я ее всегда просил, чтобы она предупреждала о своем приходе. Ну, она пришла вся взволнованная, вся на эмоциях, как-то бегала по квартире, потом села и говорит, все, свершилось. Я не мог понять, о чем она говорит. Все, мы теперь будем вместе, муж умер. Я растерялся, я не знал, как реагировать. Она так смотрит на меня и говорит, а ты разве не рад? Знаете, я не знал, как реагировать на все это. Я промолчал. Она сказала, ладно, мне нужно ехать, организовывать пышные похороны и входить в роль убитой горем вдовы. У стороны защиты будут вопросы? Нет, ваше честь. Нет. В таком случае, спасибо вам за показания. Пожалуйста, сядьте. В связи с допросом свидетелей, разрешите задать несколько вопросов подсудимым? Подсудимые, встаньте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы узнали о смерти супруга? Я была у него в больнице. Вернее, я приехала в больницу, и мне сказали, что он умер. А куда вы поехали после больницы? К Юрию. Я. Понимаете, у нас с Мишей детей нет. Мне Юра был вместо сына. Поэтому я поехала к нему поплакать. То есть вы поехали искать утешение у мужчины, который почти в два раза вас моложе? Протестую, Ваша честь. Я полагаю, протест может быть принят. Эта ремарка не имеет отношения к делу. Скажите, это правда, что вы ему снимали квартиру? Да. Покупали видеотехнику, одежду, водили в рестораны, расплачивали для него. Все это правда? Да. Ваша честь, у обвинения имеются многочисленные чеки, подтверждающие слова подсудимой о том, что она действительно оплачивала практически все расходы за своего приятеля. Прошу их приобщить к материалам дела. В позиции защиты? Возражаю, Ваша честь, потому что это не доказывает мотива совершенного преступления. Постановляю в ходатайстве стороне обвинения отказать, эти материалы к делу не приобщать, как не имеющие отношения к предъявленному обвинению. Скажите, вы состояли с Дмитрием в интимных отношениях? Я возражаю, второй раз. Отклоняется ваше возражение. Ответьте. Я же говорю, он мне как сын был. Вы состояли с ним в интимных отношениях или нет? Он был вашим любовником? Вы можете на вопрос четко ответить, да или нет? Ваша честь, моя подозрительная воспользуется правом, не отвечает на этот вопрос. Вы ссылаетесь на статью 51 Конституции? Да. Отказываетесь отвечать на этот вопрос? Хорошо. Нет больше вопросов. Спасибо, садитесь, Анастасия Николаевна. Вызываем свидетеля Краснова. Свидетеля Краснова. Вы Елена Андреевна Краснова? Да, Ваша честь. У вас высшее медицинское образование, и вы терапевт клиники «Семейный доктор». Правильно? Да, Ваша честь. Предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Вам понятно? Да, Ваша честь. Ответьте, пожалуйста, как долго вы наблюдали супругов Романовых? В течение последних десяти лет Михаил страдал хронической недостаточностью печени. С первого дня, как только Михаил стал моим пациентом, я его предупреждала. Надо лечить печень. Умрешь от цирроза. А он как реагировал? Вы знаете, никак. Больше шутил. Говорил, я здоров как бык. А в последние два года что-то изменилось в состоянии его здоровья? Да, болезнь прогрессировала. Чаще стали случаться приступы боли, а в феврале Михаил почти уже слег. Ваша честь, разрешите вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот смерть Романова для вас стала неожиданностью? Нет, вы знаете, ведь это очень индивидуально в каждом случае. Кто-то при таком заболевании может прожить и сто лет, а кто-то не протянет и годы. А супруги Романовы к вам часто приходили, скажем, вместе? Да, они очень часто приходили вместе на прием. Могу сказать, что мы подружились, и я часто бывала у нее в гостях. А как вы могли бы сказать, какие у них были отношения? Вы знаете, это отношения людей были очень давно знающие друг друга. Очень дружеские, теплые, хорошие отношения. Настя, между прочим, Мишу при мне уговаривала лечь в больницу. Ну что вы, он ни в какую. То есть правильно я вас понял, что она заботилась о супруге и сама предлагала ему лечь в больницу? Да, абсолютно верно. Поэтому ни о каком преступлении и речи быть не может. Я вас прошу не делать выводов. Это дело суда. Да, свидетель, вам не надо делать юридических выводов. И к тому же вы ведь свидетель, а не эксперт. Говорите о фактах, отвечайте точно на поставленные вопросы. Жена генерала обвиняется в убийстве своего супруга. Государственное обвинение доказывает, что женщина – отравительница. Муж умирал тяжело и мучительно. Защита настаивает, что в смерти генерала виновата его молодая любовница. Кто из них и есть настоящая преступница? Какие признаки заболевания были у Романова? Боли, увеличение размеров печени, изменение клинических и биохимических показателей крови. А вот такие симптомы, они характерны только для цирроза печени? Нет, вы знаете, при других заболеваниях печени могут быть такие же симптомы. А вот скажем, при отравлении? Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Я терапевт, а не токсиколог. Ваша честь, позвольте? Да, прошу вас. Позвольте огласить некоторые факты. Сразу после смерти Романова было выдано свидетельство о смерти, подписанное в том числе и свидетелем. Было указано, что причина смерти не криминального характера. Однако эксперт после эксгумации трупа провел серию дополнительных анализов, и в тканях Романова были обнаружены высокотоксичные вещества. Эти вещества входят в состав препарата рацин. Это порошок без вкуса и запаха, характерного белого оттенка, который используется в узкоспециальных областях и недоступен обычным гражданам. Рацин вызывает разрушение печени. При длительном регулярном отравлении малыми дозами этого препарата наступает смерть. Вскрытие показало, что печень разрушена. Обнаружить рацин и криминальную подоплеку смерти можно только проведя серию специальных анализов. Такое заключение находится в материалах дела. Лиз, дело 139, да. Хорошо, мы принимаем это к сведе. Ваша честь, но это никак не указывает то, что именно подсудимая давала ему этот препарат. Согласитесь, только у нее была такая возможность подцепать рацин в пищу. Будет доказывать. По-моему, коллеги, мы подзабыли о нашем свидетеле Елене Андреевне. Вопросы какие-нибудь будут у прокурора? У меня больше нет вопросов. Со стороны защиты? Ваша честь, я хотел бы приобщить к материалам дела вот эту справку. Справка указывает о том, что подсудимая Романова дважды в день посещала своего супруга в больнице. Знаете, супчики она ему с рацином носила в больнице. Я извиняюсь, извиняюсь. Я протестую. Вот имеются в деле чеки, квитанции об оплате специалистов, консультантов. Она тратила огромное количество денег на то, чтобы помочь своему супругу. Общая сумма 97 тысяч рублей. Поэтому она всячески старалась спасти жизнь своему супругу. Замечу, эти деньги не ее, а ее супруга. Это ваше предположение, я извиняюсь. Ну, как бы то ни было, я постановляю ходатайство адвоката удовлетворить документы, приобщить к материалам дела. Она спасала своего мужа. К свидетелю больше вопросов нет, правильно? Правильно. Спасибо вам за показания. Пожалуйста, сядьте. Вызывается свидетель Ефремов. Свидетель Ефремов. Вас зовут Ефремов Владимир Викторович. Да. 68-го года рождения. Да. И вы детектив, частный детектив, правильно? Предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний. Это понятно? Вы должны говорить правду. Скажите, пожалуйста, у вас есть лицензия на право занятия детективной деятельности? Да, гослицензия за номером 1115638. Что вы можете сказать по существу этого дела? В начале мая 2005 года ко мне обратился... Клиент ко мне обратился. Позвольте, я не буду разглашать имен. Да, да. Пока это не надо. С просьбой провести расследование по факту смерти Романова Михаила. Клиент настаивал, что Романова отравила жена. Причем сделано это с целью завладения имуществом. Официального расследования проведено не было, поскольку смерть сочли естественной. Я начал собственное расследование, в результате которого мне удалось установить, что у подсудимой были мотивы желать смерти своего супруга. А какого рода мотивы? Материальные, имущественные мотивы? Да, имущественные, квартира, деньги, любовник опять же. То есть еще и личные мотивы, получается? Да, отчасти и личные мотивы. Продолжайте. Были также средства и необходимые знания. Мы выяснили, что в период с 1983 по 1987 год Анастасия работала в лаборатории классификации промышленных токсинов и очень хорошо разбиралась в ядах. Ой, как... Любила Мишу. Это все неправда. Я его любила. А вы лжете. Стоите и лжете здесь. Подсудимая, если вы будете нарушать порядок в зале, я просто прикажу вас удалить. Продолжайте, пожалуйста. Что было дальше? Я обратился к государственному криминалисту, токсикологу, которые лишь подтвердили наше подозрение, заверив, что это вполне могло быть убийство. Отравление каким-нибудь токсическим препаратом. Собранные материалы мы передали в прокуратуру. Было возбуждено уголовное дело. Решено провести экзакумацию. Еще раз обращаю внимание в связи с допросом свидетеля. В материалах дела имеются данные о том, что сведения, переданные в прокуратуру Владимиром Викторовичем Ефремовым, свидетелем, были проверены в официальном порядке, подтверждены следователями прокуратуры. Результаты экзакумации уже оглашались. Смерть наступила в результате отравления Романова препаратом рацин. Препарат рацин поступал в организм погибшего регулярно с пищей в течение последних двух лет. Это заключение в деле имеется. Коллега, ну вот ведь как не доказывать, что именно Романова давала ему этот препарат? Есть свидетели. Посмотрим. К этому свидетелю будут еще вопросы? Нет, Ваша честь. Вопросов нет. Спасибо вам за данные показания. Пожалуйста, займите место в зале. Ваша честь. Прошу вызвать свидетеля Веру Малинину. Вызывается свидетель Малинина. Свидетель Малинина. Вера Вячеславовна Малинина, правильно? Да. Вы были референтом покойного Михаила Романова, правильно? Да. Вам 27 лет. Да. Скажите, пожалуйста, как долго вы работали вместе с покойным Романовым? Почти семь лет. Значит ли это, что вы его хорошо знали? Даже очень хорошо. Можно ли предположить, что он не просто был вашим начальником, но еще и другом? Он был для меня самым близким человеком. Да как ты смеешь об этом говорить? Я смею. Да? Она же его убила. Разве не понятно? Да что ты говоришь? Прекратите пикировку, прекратите споры и отвечайте, пожалуйста, на вопросы. А вы, подсудимая, слушайте внимательно, но помалкивайте. Понятно? Скажите, пожалуйста, что вы знали об отношениях Романова с его женой? Я знала, что он не может развестись со своей женой только потому, что у его руководителя были очень консервативные взгляды. Миша очень хотел развода. Он жаловался, что Анастасия его использует как кошелек. У них давно уже не было никаких отношений ни дружеских, ни тем более любовных. Ах да? Как ты много знаешь. Александр Станиславович, успокойте подзащитную. Одну секундочку, Ваша честь. Ну и, конечно же, она сама бы от него никогда не ушла. От таких денег не уходят. Свидетель, извините. А у Вас самой был материальный стипл общаться с Романовым? Я возражаю, это не имеет отношения к делу. Согласен, протест принимается. Ну хорошо, я переформулирую вопрос. Да. Кто был инициатором Ваших отношений? Вы? Мы сразу друг другу понравились, как только я пришла устраиваться на работу. Это было взаимно. Скажите, свидетель, Вы никогда не просили Романова уйти из семьи? Нет. Коллега, мне кажется, Вы путаете немного. Свидетель ничего не говорит об интимных отношениях с Романовым. Она показывает, что они были только друзьями. Ну хорошо. Вы состояли в интимных отношениях? Я была его близким другом. Но тем не менее, защита докажет, что это немаловажный факт. Я настаиваю на ответе. А пусть она расскажет, как она соблазняла его. Ну, расскажи. Ты думаешь, я ничего не знала, да? Да. Ты думаешь, я не знала ничего, да? Мы были в интимных отношениях. Да. Браво! Так я знала это, милая моя. Вера Вячеславовна, вот положа руку на сердце, это Вы обратились к частным детективам? Да, я. А почему? Последние два года Миша стал болеть. Да он подозревал, что у его жены роман с каким-то молоденьким мальчиком. И еще. Незадолго до его смерти я прочитала роман, в котором жена отравила своего мужа, как и она, из-за наследства. Я очень любила Мишу. Я хотела не то, чтобы отомстить за него, но просто он был человек очень душевный, добрый. Скажите, а вот 3 марта 2005 года у вас был с Михаилом разговор? Да, за день до его смерти. А вечером, когда позвонил, говорит, знаешь, Верунь, как-то очень резко я слег. Странно это. Может быть, мне Настя чего давала? Да не мог он такого говорить. Поясните, поясните, по конкретнее. Подсудимый, не мешайте. Да, если он подозревал, что она его травила. Да не мог он такого говорить. Ты сейчас что угодно наговоришь, потому что он никогда не подтвердил. Подсудимый. Это ты его убила. Еще одно предупреждение. Занесите в протокол судебного заседания. Ваша честь, у меня есть несколько вопросов к свидетелю. Да, прошу. Скажите, пожалуйста, поскольку часов в день вы проводили с Романовым? Ну, иногда весь день, иногда час-два. А вы вместе как? Завтракали, обедали, ужинали? Да, мы часто обедали. Ужинали реже, завтракали. Ну, почти никогда. А вы совершали куда-либо совместные поездки, скажем? Да. Ваша честь, прошу приобщить к делу документ, который свидетельствует о том, что покойный провел со свидетелем совместно на отдыхе три недели. Отдыхали в Барселоне, жили в хорошем номере. Сторона обвинения согласна? На ваше усмотрение, я считаю, это ничего не доказывает. Я постановляю ходатайство удовлетворить. Свидетель, подскажите, пожалуйста, вы как считаете, вы проводили спокойное время больше, чем его супруга? Полагаю, что да. А вы бывали у него дома? Да, бывало, нередко. Ну, как часто? Раз в месяц, раз в неделю? Иногда. Когда я-то уезжала почти каждый день. А вы что-либо знали о наследниках Романова? Да, конечно, я знала, что кроме Анастасии у него нет близких родственников. Все доставалось ей. А вы знали то, что два года назад он написал завещание? Нет, про завещание я ничего не знаю. Ваша честь, я обращал внимание сюда, что они состоялись в интимных отношениях. И сразу после отдыха они 22 мая 2003 года в присутствии Малининой и личного адвоката покойного Геннадия Андреевича Графова, они составили завещание, о содержании которого никто не знает. Конверт до сих пор не вскрыт. Поэтому я намерен доказать, что Вера Малинина знала о содержании завещания. Это так или не так? Нет. А значит, если вы знали, у вас мог и был мотив это сделать, я прошу прервать допрос этого свидетеля и пригласить адвоката Графова. Я попрошу вас на время сойти с кафедры и занять место в зале, и мы вызываем господина Графова. Свидетель Графов! Вас зовут Геннадий Андреевич Графов, вам 40 лет и вы адвокат, правильно? Да, Ваша честь. Вы вызваны в суд в качестве свидетеля, но я понимаю, что ситуация у вас очень деликатная. Вы ведь не обязаны давать показания. Как, вы будете отвечать на вопросы? Да, я буду отвечать на ваши вопросы. Будете отвечать на вопросы. В таком случае я предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Отказаться от дачи показаний вы можете в любой момент. Понятно? Да, понятно. Скажите, пожалуйста, вы составляли замещание Михаила Романова? Да, я составлял его последнее завещание. Это произошло 22 мая 2003 года. Завещание, так называемый конверт, вот он. Как вы видите, конверт не вскрыт, содержание завещания не оглашено, согласно особому распоряжению завещателя. Мой клиент Романов составил особые условия оглашения завещания. Конверт должен быть открыт только спустя полгода, с момента его смерти. Но, однако, в связи с обстоятельствами, я имею в виду уголовное дело по факту его смерти, конверт до сих пор запечатал. А как проходил процесс составления и заверения завещания? Согласно нормам закона, Михаил написал завещание в моем присутствии и в присутствии свидетеля Малининой. После чего ознакомил Малинину с содержанием, после чего нотариус запечатал конверт и передал его мне на хранение. В этом завещании были какие-то особые условия? Да, то есть, как я уже сказал, свидетель Малинина была ознакомлена с содержанием конверта. Это я и считаю особым условием. Может быть, вы сочтете уместным вскрыть конверт в судебном заседании? С учетом обстоятельств, я думаю, что это вполне уместно. Хорошо. Огласите, пожалуйста, завещание. Жена генерала обвиняется в убийстве своего супруга. Государственное обвинение доказывает, что женщина – отравительница. Муж умирал тяжело и мучительно. Защита настаивает, что в смерти генерала виновата его молодая любовница. Кто из них и есть настоящая преступница? Я, Романов Михаил Иванович, паспортные данные установочные, проживающий по такому-то адресу, завещаю все свое имущество, движимое и недвижимое, находящееся в моей собственности, единственное, Малининой, Вере Вячеславову, Москва, 2003 год, 22 мая. Ваша честь, я думаю, что стоит приобщить завещание к материалам дела как вещественное доказательство. То есть вы заявляете такое ходатайство? У вас, коллега, будут возражения? Нет возражения. Постановляю ходатайство удовлетворить тексты завещания, приобщить к материалам дела. Еще вопросы какие-то к свидетелю будут? Нет, Ваша честь. Нет вопросов. Спасибо вам за данные показания, вы можете сесть. У меня есть некоторые вопросы к Анастасии Николаевне. Встаньте, пожалуйста. Скажите, Анастасия Николаевна, вы знали о существовании завещания вашего супруга? Нет, конечно. Для меня это вообще шок. Ловко ты, ловко все устроила-то. Молодец. Теперь-то я уже вообще не сомневаюсь, что ты его отравила. Умница. Скажите, то есть вы подумали, что все достанется вам? Да я вообще ни о чем не думал таком. Так, ладно. Я не хотела об этом говорить, но сейчас я об этом скажу. Вот у меня заявление, у меня есть справка, которая подтверждает, что у меня те же симптомы, что и у Михаила. Что, милочка, и меня решила убить, да? Да, пожалуйста. Что? Решила подстраховаться, чтобы уже наверняка все тебе досталось. Она же в дом наш ходила. Ну и насыпала, значит, этого эрацина там в сахарнице, в соломке. Я не знаю, куда она и сыпала. Ваша честь. У меня имеется справка, заверенная моей клиенткой в Институте токсикологии и Институте эндокринологии. Анализы на наличие эрацина у нас не проводятся в обычных условиях. Но у врачей есть основания полагать, что у Романовой действительно есть некие токсичные продукты в организме, которые вызывают разрушение печени. Я прошу приобщить этот документ к материалам дела. Будут возражения? Нет. Постановляю, ходатай буду удовлетворить. Давайте тогда послушаем других свидетелей. Ваша честь. Я прошу пригласить свидетеля Паршина, который является токсикологом в лаборатории независимых экспертиз. Вызовите, пожалуйста, свидетеля Паршина. Не знаю, сколько тут еще свидетелей. Свидетеля Паршин! Встаньте, пожалуйста, за кафедру. Виктор Иванович Паршин, вам 40 лет, вы токсиколог и работаете в лаборатории независимых экспертиз. Все правильно? Да, ваше честь, все верно. Паршин Виктор Иванович, эксперт, токсиколог. Отказ от дачи показаний и дачи ложных показаний считаются в России преступлением. Это понятно? Да, я знаю. Вы должны говорить правду. Скажите, пожалуйста, вам знакомо название «Рацин»? Знакомо не только название. Если позволить в двух словах, «Рацин» – это препарат высоко токсичный, обладает способностью разрушать печень. В природе не встречается. Скажите, а у вас кто-либо когда интересовался о «Рацине»? Да, действительно, девушка, журналистка из какой-то криминальной газеты, я не помню название, сказала, что она занимается расследованием дела, связанного с отравлением именно «Рацином». Она мне позвонила, потом приехала, мы долго разговаривали. Она подробнейшим образом интересовалась свойствами этого вещества, его воздействием на организм человека и каким образом оно могло попасть к преступнику. Свидетель, посмотрите, пожалуйста, вы кого-то узнаете из присутствующих в зале? Ну да, естественно, журналистка в первом ряду, вторая слева, рыженькая. Все понятно. Разрешите вопрос? Да, конечно. А когда она к вам обращалась за консультацией? Да в марте месяц. А какого года? В марте 2005 года. Понятно, спасибо. Нет больше вопросов? Нет, Ваша честь. Спасибо вам за показания, пожалуйста, сядьте и не уходите, пока вам не разрешат. Прошу вас. Вера Вячеславовна, встаньте еще раз за кафедру. Я напоминаю, что вы обещали говорить правду. И скажите, пожалуйста, правду говорит Виктор Иванович Паршин. Обращались вы к нему? Да, обращалась. Причем обращались как журналистка. Так вы представите. Да. Просто когда я стала подозревать, я решила, чтобы они подумали, что у меня паранойя, я решила узнать, можно ли так отравить человека, чтобы не осталось следов. И поэтому я придумала эту историю. Якобы я журналистка, пишу статью. Я понимаю, глупо, но... Может быть, будут еще вопросы к этому свидетелю? Нет, Ваша честь. Нет. В таком случае спасибо вам за показания. И снова сядьте. Не уходите, пока мы вам не разрешим. Ваша честь, прошу вызвать свидетеля Семенюк. Согласен. Вызывается Надежда Григорьевна Семенюк. Свидетель Семенюк. Вас зовут Надежда Григорьевна Семенюк. Да. Вам 57 лет. Вы были сотрудником лаборатории классификации промышленных токсинов при отделе биологии и токсикологии НЕЕКТОНИК. Правильно? Да. Работали вы там с октября 1980 года по март 2002 года. Почти 12 лет. Правильно? Вы вызваны в суд в качестве свидетеля. Ваш долг состоит в том, чтобы говорить правду. И имейте в виду, что отказ от дачи показаний и дачи ложных показаний считаются преступлениями. Понятно? Вы действительно работали с 1983 по 1987 год в этом институте вместе с Анастасией Николаевной? Работали. А с тех пор у вас какие-то отношения сохранились? Общаетесь? Нет. Ваша честь, разрешите? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз видели Романову? Это было три года тому назад. Сто лет не приходила, а тут пришла. Поточнее вспомните, пожалуйста. Это была зима. И все праздники точно кончились. Февраль. Наверное, февраль это был. И она была в таком пальто, красном, кожаном, дорогом. Что, решила отомстить? Да я знаю, что ты меня всегда ненавидела. Всегда. Подсудимая, в чем отомстить? В том, что вы были в красном, кожаном пальто? Продолжайте, свидетель. Скажите, пожалуйста, она объяснила, зачем пришла? Она сказала, что проходила мимо. И дай, думаю, зайду на старую работу. Может, кто и остался? А потом спрашивает. Мол, у вас тут все по-прежнему? Можно пройтись, посмотреть. Ну, мы с ней пошли. Она такая из себя вся генеральша. Ну, дальше, пожалуйста, дальше. А в этот период у нас было два контейнера с рацином. И она говорит, у меня на даче очень много крыс развелось. Дала бы мне порошку какого-нибудь поморить. Но я сразу тут и отказалась. А она потом залезла к себе в сумочку и что-то там с телефоном делала. И тут вдруг раздался телефон на моем столе. Ну, и я вышла. А она осталась. Я взяла трубочку, а там короткие гудки. И я только сейчас догадалась, что это она звонила, чтобы я вышла. Ваша честь, считаю, что это домыслы свидетеля. А она никак не могла знать, кто именно звонит ей. Разрешите, пожалуйста. Конечно, выводы свидетеля судом в учет приниматься не будут. Да, предложите. Что же дальше происходило? А дальше мы чай попили. Ну, немного поговорили. И она ушла. Скажите, пожалуйста, а вы обнаружили пропажу рацина части порошка сразу после ее ухода? Протестую, Ваша честь. Это наводящий вопрос. Я думаю, надо вопрос переформулировать, коллега. Хорошо. Скажите, пожалуйста, когда вы обнаружили пропажу части вещества? Через два дня. Я же на нее тогда и не подумала. И поэтому никому ничего не сказала. Да мне и тогда и в голову не пришло, зачем ей. Понятно. Ваша честь, я хотела бы отметить, что свидетельница Дорога расплатилась за свои разговоры с бывшей сотрудницей. Она была наказана за то, что ненадлежащим образом осуществляла хранение ядовитого вещества. Принято к сведению. Может быть, у защиты будут вопросы? Да, Ваша честь. Прошу. Судитель, подскажите, пожалуйста, а к вам в течение дня много народу заходит в лабораторию? Да все свои сотрудники, в смысле. То есть они знают, где что хранится? Да, конечно. То есть теоретически каждый из них может зайти и взять? Да. Но кому это надо, кроме нее? Разрешите, скажите, пожалуйста, арацин, который хранился в вашей лаборатории, имел какие-либо специфические особенности? Да, он имел особую формулу состава и регистрационный номер, который я внесла в реестр. А номер вы помните? Нет, не помню. Ваш честь, разрешите? Да, пожалуйста. Я хотела бы тоже обратить внимание сюда. Вот он, такой порошок, так вот он выглядит. Это вещественное доказательство. В деле есть соответствующее заключение экспертизы. Так вот, рацин, который в этой лаборатории хранился, он имеет особую специфику. Его номер 13300X-рейсин. Его отличительная особенность – условно невысокая концентрация отравляющего спектра. Когда было изъято пальто, вот то самое красное кожаное пальто подсудимой, в складках одежды были обнаружены остатки какого-то вещества. И когда эксперт произвел сравнительный анализ, было установлено, что остатки вещества в одежде подсудимой и вот этот вот рацин, который у них в лаборатории находился, имеет идентичный состав. Данное заключение имеется в материалах дела. Имеется. Удостоверяю. Есть ли какие-то вопросы у адвоката? Нет, Ваша честь. Дополнительные вопросы нет? Нет вопросов. Спасибо Вам за показания. Пожалуйста, сядьте в первый ряд. И есть вопросы к подсудимой. Встаньте, пожалуйста, Анастасия Николаевна. Вот Вы говорили, что тоже пострадали. А какие токсины были обнаружены у Вас в крови? Я после смерти Михаила приняла две дозы. Рацина? Да. С какой целью? Мне уже все равно было. Объясните, пожалуйста, зачем Вы принимали ядовитое вещество? Думала, умру. А Вы знаете смертельную дозу рацина? Нет. У меня нет вопросов? У сторон будут вопросы к подсудимой? Нет. Нет, Ваша честь. Спасибо Вам. Садитесь, пожалуйста. Если у сторон нет дополнений к судебному следствию, нет дополнений, то я объявляю судебное следствие завершенным, и мы можем перейти к судебным премиям. Слово для поддержания государственного обвинения предоставляется прокурору Марине Борисовне Улищенко. Прошу Вас. Ваша честь, я считаю, что представленные обвинением доказательства полностью изобличают подсудимую в совершении убийства своего супруга из корыстных побуждений. Я думаю, что представлена масса доказательств. Они не вызовут у суда никаких сомнений. Я дам оценку только четырем из них. Начнем с того, что свидетель Семенюк пояснила, что подсудимая приходила в лабораторию, где хранилось ядовитое вещество рацин, и после ее прихода часть вещества исчезла. Также в складках одежды подсудимой в красном кожаном пальто были обнаружены остатки вещества, который полностью совпал с тем рацином, который находился в этой лаборатории. Подсудимая систематически подсыпала ядовитое, сильнодействующее вещество в пищу своему супругу, чем вызвала его смерть. В деле имеется заключение судебно-медицинской экспертизы. Корыстный мотив преступления, я считаю, тоже полностью доказан показаниями любовника подсудимой Санникова. Итак, эта женщина совершила жестокое, изощренное убийство. Я прошу суд подойти к этому случаю со всей строгостью закона. Я прошу признать ее виновной в совершении преступления по пункту З, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в 12 лет лишения свободы. Благодарю вас. Защитительную речь предлагается произнести адвокату Александру Станиславовичу. Ваша честь, я прошу одну секунду. Да, да. Если хотите, мы сделаем перерыв. Нет, нет, нет. Не нужно? Пошли. Слушаем вас, коллега. Ваша честь, сложное, а запутанное дело. Я только что переговорил со своей подзащитной. Она признает, да, признает себя виновным в том, что один раз подмешала в еду родцын. Но утверждает, что сделала это не из корыстных побуждений, она сделала это из ревности. Она на протяжении 26 лет мыкалась по городам и весям вместе с молодым лейтенантом до тех пор, как он стал генералом. А как только он получил хорошую должность, у него тут же появилась любовница, о которой она знала. Я также прошу суд учесть, что в деле имеются смягчающие обстоятельства. Причиной преступления явилось аморальное поведение подсудимого. Также прошу учесть, что она действительно искренне потратила огромное количество денег, бегала к нему в больницу и пыталась вылечить его от этого недуга. Она чувствовала себя очень... была в глубокой депрессии и поэтому сама пыталась отравиться. Поэтому, Ваша честь, защита просит с применением статьи 64-й назначить наказание подсудимой ниже низшего предела. Подсудимые, встаньте, пожалуйста. Анастасия Николаевна Романова, вы имеете право обратиться к суду с последним словом. Это все из-за нее. Это ты его убила. Господи, 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 Мишенька. Ой, Господи, прости меня. Все у вас, Анастасия Николаевна? Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Жена генерала обвиняется в убийстве своего супруга. Государственное обвинение доказывает, что женщина – отравительница. Муж умирал тяжело и мучительно. Защита настаивает, что в смерти генерала виновата его молодая любовница. Кто из них и есть настоящая преступница? Прошу всех встать. Суд идет. Оглашается приговор. Рассмотрев уголовное дело, Федеральный суд приговорил Анастасию Николаевну Романову признать виновной в убийстве из корыстных побуждений, то есть в преступлении, предусмотренном пунктом З, части 2, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с содержанием в колонии общего режима. Меру пресечения изменить и избрать вместо подписки о невыезде и надлежащем поведении заключение под стражу. Взять Анастасию Николаевну Романову под стражу в зале суда. Прошу садиться. Анастасия Николаевна Романова, встаньте, пожалуйста. Вы осуждены. Ваши объяснения признаны несостоятельными. Судя по заключениям экспертов, вашему мужу давали яд не один раз, а на протяжении нескольких лет малыми дозами. При этом надо заметить, что у вас есть специальные познания, которые позволяют дозировать яд. Яд вашему мужу начали давать именно тогда, когда вы завладели рацином по месту вашей прежней работы. Поэтому я считаю вас виновной, но вы можете оспорить этот приговор в вышестоящем суде в течение 10 суток после вручения вам копии приговора. Вам понятен приговор суда? Да. Вам понятен порядок обжалования? Да. Судебное заседание объявляется закрытым.